Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире Финам ФМ, сухой остаток, меня зовут Олег Дмитриев, пришло время поговорить о рынке, но, но, уже традиционно это стало, в четверг мы не будем обсуждать текущие котировки, и даже картину маслом я рисовать отказываюсь, и тем более сегодня я этого не хочу делать, потому что каждая минута дорога, дорога, в абсолютном смысле этого слова, да, что называется, в примитивном, потому что она стоит денег, Ведь сегодня у меня в гостях замечательный, замечательный человек, замечательный человек, профессионал, это Станислав Половицкий, кстати, он приехал с Украины, вот, и это само за себя тоже говорит, Итак, Станислав Половицкий, директор школы обучения торговли на рынке Форекс, Форекс АС, профессиональный трейдер-тренер, бизнесмен, автор уникальной методики волнового анализа и прочее, и прочее, и прочее, очень большой список, поэтому я ставлю точку, Станислав, добрый день Добрый день Уважаемые слушатели, присоединяюсь к нашей беседе. Тема сегодняшнего разговора. Этот замечательный, этот волшебный, этот непонятный, этот неизвестный многим. Рынок Форекс. И профессионал своего дела на все вопросы вам ответит, я уверен. Итак, напомню, телефон прямого эфира, телефон нашей студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Все это вы можете использовать для того, чтобы к нашей беседе присоединиться. Напоминаю, сегодня мы говорим о рынке Форекс. И, кстати, тема замечательная, тоже сформулирована. Зарабатывай правильно. Правильно. Я бы сделал акцент как раз на втором слове. Хотя, само по себе зарабатывать уже неплохо. Да. Ну что ж, Станислав, давайте начнем. Первый вопрос у меня, ну, если позволите, такой банальный, традиционный. Как вы пришли на рынок в целом, на рынок Форекс в частности? Расскажите. Ну, было это давно, уже лет 7 назад. Я тогда занимался, занимался стройкой, пытался заниматься. Искал что-то новое, интересное, потому что там мне было неинтересно и неперспективно, скажем так. Первое, услышал я где-то, я не помню, или в газете какой-то я прочитал, или что-то меня натолкнуло. У меня тогда не было дома даже интернета, это я помню. Я подключил интернет себе и начал заниматься именно искать, потому что тема биржи, тема рынков, финансовых рынков, она меня всегда интересовала еще со старых американских фильмов. Вот там вот еще как-то нацепляло меня. И я думал, что это мое. И когда я узнал, что есть такая возможность, в общем-то, я зацепился на этой теме и надолго. Надолго. Ну дай бог надолго, дай бог навсегда, что называется, да? А сразу на Форекс судьба вывела, да? Да, вот я, в общем-то, сразу, я не пытался там фондовый рынок, сразу меня как-то свело с Форексом. Ну то есть, опять это, я подчеркну, это не какой-то осознанный выбор, а так получилось, правильно? Да, я помню, что жена мне принесла газету, газету домой принесла, я не помню, как она называлась, там была тема про Форекс. И я почитал, и мне стало интересно, и с этого момента я, в общем-то, и стал заниматься этой темой. Ну, 7 лет это уже, да, это приличный срок для профессии трейдера. Ну и традиционно тоже, ведь не сразу, да, успех приходит, как правило. Нет, конечно, первые года 3 вообще это не было успехом, это была такая работа, это было хобби мое, первые года 3, не больше. Ну, подожди, то есть ты оставался на стройке при этом, да? Конечно, конечно. И время от времени там, да, находил? Ну да, мне надо было все-таки зарабатывать деньги, кормить семью, это не так, что сразу бросилось все это. Первые года 3 это были такие скания, пробы, и только где-то через 3 года я начал зарабатывать первые деньги и задумался о том, что надо уходить уже и заниматься только этим. Ну, задумался, ладно, возможность такая появилась, правильно? Потому что если бы такой возможности не было, задумывайся, не задумывайся, а кормить семью-то надо. Ну, просто чем хороша была стройка, что она сезонная. Я в сезон работал на стройке, а зимой я занимался форексом, и поэтому было время, в общем-то. Здорово, здорово, здорово. Ну, вот эти 3 года, да, это вообще цифра, ну, она у каждого бывает разная, да, но тем не менее волшебные, да, вопросы все время, как, через какое время, да, вот я владеть смогу профессией, когда я стал настоящим трейдером. Вот как эти 3 года проходили? Это что, потери, потери, там, я не знаю. Вначале это тренировки были, потом, как у всех, это были потери, казалось, что уже все знаешь, вносишь деньги, и они уходят непонятно куда. Потом опять тренировки, потом опять потери, и такой цикл был несколько раз, это точно. Но потом уже, когда приходят опыты, когда через определенную черту ты все-таки переходишь, переступаешь, это, наверное, во всем так, не только на форексе. Согласен, согласен, на задачу. И ты уже, да, начинаешь чувствовать себя хорошо здесь, и уже идет стабильный, уже тогда положительный результат. Смотри, ну, все равно важно, психологически важно, да, вот смотри, эти первые 3 года, ведь ты, в принципе, имеешь какую-то цель, да, имеешь желание, но не получается. И некоторые люди ломаются как раз вот на этом первом этапе. Да, большинство. Вот что нужно в себе найти, чтобы все-таки преодолевать? Это выглядит как вот стенку поставили, я головой туда бабах один раз, бабах второй раз, стенку никак не сломаю. Ну, мне же нужно какую-то мотивацию. Ну, во-первых, надо однозначно верить в себя, верить в успех, конечно, это 100%, и надо упорство иметь, конечно. И, ну, тут надо понимать, что если вот многие бьются в стенку, если не твое, надо разворачиваться, искать другое направление. Ну, вот как это понять? Как это? На какой подсчету удар, на какой подсчету удар головой об стену, я могу понять, это не мое. Трудно, трудно сказать, но вот я чувствовал, потому что мне нравились вот эти вот еще старые фильмы, я же говорю, про биржу туда, я чувствовал, что здесь можно зарабатывать. Мне нравился принцип, ты можешь сидеть за компьютером дома работать, надо никуда ходить и так далее, ты свободен. То есть очень много плюсов, и я видел, что можно это, и поэтому я чувствовал, а причины, почему были неудачи, проблема была во мне всегда. Я чувствовал, что себя надо докручивать, 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 и будет положительный результат. Ну, вообще, вот, слушателям нашим прежде всего, да, что можно сказать? В принципе, любой человек может этому учиться. Любой, любой. Здесь никаких, я не знаю, там, профессиональных навыков, да, я имею в виду. Любой человек, который адекватный, который может добиваться успеха, ставить себе цель и добиваться ее, может здесь добиться успеха. Точно так же это не сложнее, чем стать мастером спорта или стать лауреатом какой-то премии и так далее. Это даже легче. Ну, смотри, мастером спорта все-таки, да, ты приходишь маленьким еще, приходишь к тренеру, он тебя пощупал, посмотрел, говорит, ну, вот, давай вот таким спортом тебе, потому что у тебя есть физиологически, да, какие-то склонности. Ну, он увидел, по крайней мере. Может быть, да. А вот торговля на рынке Форекс, там какие-то есть предпосылки, да, или все-таки любой человек может? Я считаю, особых там никаких, не так это сложно, как кажется, на самом деле, это раз. И, во-вторых, все-таки упорство надо иметь, и успех будет, успех придет. Он может быть разным, кто-то просто зарабатывает тысячу, а кто-то сто, но выйти в плюс может каждый. Это самое главное, кстати, да, выйти в плюс. Потому что можно быть мастером спорта, можно быть мастером спорта международного класса, можно быть заслуженным мастером спорта. Мастера спорта тоже разные. Ты спортом занимаешься, кстати, ты? Я занимался, да, дзюдо очень долго, как ваш президент, кстати. Говорит само за себя, достойно, достойно. Смотри, еще один момент очень важный, сейчас у нас через пару минут новости мы прервемся. Вот эти первые три года, когда ты, так сказать, землю под ногами пытался ощутить, когда ты становился в этой профессии, кто-то помогал тебе или все-таки... Все мешали только. Все только мешали. Ну все это кто? Все друзья, жена. Друзья отговаривали. Жена говорит, что ты ерундой занимаешься, давай иди работай. Это меня долбали конкретно, это именно надо еще, вот это еще один барьер, который надо уметь преодолевать. Это вот этот негатив, который идет со всех сторон. Его надо уметь очень, тоже это конкретная проблема, в общем-то, с которой надо все-таки бороться. Я знаю, так по секрету тебе скажу, пока нас никто не слышит, я знаю людей, которые даже разводились вот в эти моменты. И такое может быть, да. У тебя, слава богу, не дошло до этого. Когда я начал приносить деньги, все замолчали, грубо говоря, мягко говоря. Нет, это нормально, это аргумент, но до этого надо дотянуть, дотерпеть, дожить. У некоторых не хватает сил. Ну, я имею в виду, профессиональные какие-то рядом люди были, которые подсказывали? Не было никого. То есть ты все сам пробивал? Да, сейчас больше, тогда 7 лет назад не было никого у меня рядом, все сам только, только сам. Ну, читал что-то, наверное, в интернете. Читал в интернете, ездил на курсы на различных, где только можно было, везде ездил, тратил деньги, мне за это еще попадало от жены. Ну, это понятно, да. Мало того, что не зарабатываешь, все тратишь непонятно на что. На какую-то секту вступил, ну, как всегда. Секта это нормально. Вот, поэтому получал конкретно, но надо суметь преодолеть, тогда ты потом можешь всем сказать, что кто был умный, а кто нет. Вот, вот, все правильно. Время нас рассудит, да? Или как говорили, через тернии к звездам. Слава богу, тернии позади, сейчас о звездах будем говорить, но прервемся на пару-тройку минут. Послушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим наш эфир. Итак, друзья мои, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Тема сегодняшней программы «Зарабатывай правильно». Кстати, сразу я хочу проанонсировать, начинаем мы некий совместный проект с компанией «Форекс АС», да, который будет поддерживать, собственно, и вот в рамках этого проекта мы будем вам рассказывать, как, собственно, правильно-то зарабатывать. Ну, и сегодня я хочу напомнить, что сегодня есть отличная возможность задать эти вопросы непосредственно, да, одному из авторов, одному из представителей этой компании, из руководителей этой компании, из одного из авторов проекта. Сегодня у меня в гостях Станислав Половицкий, директор школы обучения торговли на рынке «Форекс Форекс АС», профессиональный тренер-трейдер, бизнесмен, автор уникальной методики волнового анализа. Уважаемые слушатели, я напомню, телефон студии 6510-99, 6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Ну что ж, Станислав, давайте продолжим, собственно, теперь о рынке надо поговорить, да? Да, давайте. Какой он загадочный этот рынок. Кстати, вот этот негатив, да, который достаточно часто мы слышим в отношении рынка «Форекс», он с чем связан, прежде всего, на ваш взгляд? Ну, основная проблема, это, конечно, очень слабенькая урегулированность на законодательном уровне, в общем-то, везде, на всей территории СНГ этого рынка, то есть нет какого-то, допустим, четкого закона, который бы это все четко регламентировал. Поэтому здесь имеет место быть определенные махинации, которые недобросовестные участники рынка это делают. Да, поэтому доля правды в этом есть. Но я думаю, все-таки, что сейчас ведется работа в этом направлении. Вот недавно только я слышал на выставке, выступал там представитель правительства, то есть хотят это все урегулировать, не знаю, как быстро у них это получится. А если это, когда они это все-таки сделают, я думаю, и инвесторы придут на рынок, то есть намного их больше станет здесь, если их защитить. Потому что сейчас никто не защищен, поэтому к нему такое отношение. Если их защитят, это будет выгодно всем порядок, и трейдерам, и брокерам, и всем, то есть всем, кто хочет честно работать на рынке, это будет выгодно. И инвесторам, которые смогут прийти и не переживать за свои деньги. Вот, в общем-то, в этом отсюда идет негатив. Хотя, на самом деле, рынок Форекс, это обычный валютный рынок, то есть это рынок, на котором торгуют валютой. Он такой же, как есть фондовый рынок, там, где акциями торгуют, а здесь торгуют валютой, ничем не отличается. Но почему-то к нему особое отношение у людей. Ну, наверное, действительно, одна из причин, и основная причина, действительно, отсутствия регулирования некого. С другой стороны, даже в этих условиях, все-таки, да, есть, ну, от вас, по крайней мере, да, я думаю, услышу рекомендации приходить на этот рынок торговать, да, есть желание у людей торговать на этот рынок. Ну, если, допустим, мы эту проблему, проблему отсутствия регулирования, еще раз повторю, оставим в сторону, то какие еще риски, с какими еще рисками, нерыночными, конечно, да, прежде всего сталкивается, ну, инвестор, начинающий спекулянт. Ну, я могу так сказать, с каким риском первым сталкивается человек, который приходит на рынок, как себя ведут многие компании, то есть, они привлекают людей на рынок, допустим, привлекая каким-нибудь обучением их, дешевым или бесплатным, потом, внушая человеку, то есть, пройдя двухнедельный курс, они ему внушают, что он готов выйти на рынок, хотя через две недели научиться торговать прибыльно на финансовом рынке на любом, невозможно. Потому что менеджеры компании, в общем-то, заточены на то, чтобы чем больше привлекли деньги в компанию, они с этого получают процент. Они привлекают деньги, человек приходит, теряет их, естественно, и уходит с рынка, в общем-то, неудовлетворенным, расстроенным, и очень часто винит во всем, конечно, не себя, а обстоятельства, рынок, менеджера. И самое простое объяснение, которое он может сказать жене, потом меня кинули, это был лохотрон. Поэтому, вот это первый риск, самый первый риск, не надо торопиться никогда. То есть, вы должны понять, что, чтобы прибыльно здесь научиться торговать, минимум несколько месяцев надо повкалывать хорошо, чтобы выйти на первый результат, чтобы хотя бы не терять. И быстрых здесь, как многие хотят прийти на рынок, вопрос мне такой часто приходит. У меня есть тысяча долларов, я хочу бизнес открыть, можно я приду на Форекс, их приумножу быстренько. Быстренько-быстренько, да. Да, раз в 10 или в 100, и потом бизнес открою. Так получится? Нет, так не получится. Это не тот путь, вы можете благополучно эти деньги свои оставить в хороших руках. В кавычках, да? Да. В кавычках, в кавычках. Понятно, понятно. То есть, следующий момент, важный момент, это ту самую компанию, правильную компанию найти все-таки, да? Ну, я могу сказать так, да, выбрать брокера нужно, но тут выбор брокера, это так же, как выбор банка. Как можно посоветовать выбирать банки? Ну, берите большого брокера, который давно на рынке, либо, если это небольшой брокер, то в нем плюс небольшого брокера в том, что он может вам предложить быстро средства для инвестирования, потому что брокеры, они всегда ищут, кому предложить деньги. То есть, если к ним попадает успешный трейдер, они ему сразу предлагают управление средством. Ну, то есть, а в принципе, по большому счету, все эти компании, они работают на одном рынке, и нельзя говорить, что какая-то вот очень уж плохая, а вот какая-то вот очень уж хорошая. Они отличаются, но отличаются в деталях, по большому счету, они примерно все работают в одних правилах, скажем так. А если говорить о технологиях, эти технологии тоже не отличаются, да, что там, торговый терминал, вот выбор торгового терминала, может быть? Ну, есть самый распространенный торговый терминал, это MetaTrader 4, я рекомендую всем работать на нем. Сам тоже на нем работаешь? Да, я на нем работаю, он у 99% трейдеров им пользуется, ну, насколько я помню статистику, точно, честно, я не понимаю. Ну, не важно, 99% уже хорошая цифра. Там большие, то есть он, в общем-то, лидер рынка, монополист здесь на этом рынке, их так можно назвать, достаточно удобный он, и им можно хорошо пользоваться. Поэтому терминал одинаковый, то есть они получают от провайдеров ликвидности котировки, сделки перекрывают, но должны перекрывать у банков или у провайдеров ликвидности, то есть механизм, в принципе, один и тот же. Ну, вот это вот по поводу перекрытия сделки, да, заговорили, мы, это тема кухонь всегда, да, звенит, звучит тема кухонь, да, то есть некоторые не выводят, перекрывают внутри компании, вообще проблемы это, не проблемы? Ну, тут все зависит от, скажем так, отдела компании, если компания нормальная, там хорошо работает риск менеджмент, то есть он должен всех трейдеров, вот если бы я был директором, всех трейдеров разделять на группы, вот это новички, их можно не перекрывать, они все равно все сольют, вот это вот, вот это профессионалы, их если не перекроешь профессионалов, то весь заработок, который он заработает, ты со своего кармана должен быть, их надо перекрывать, пусть, но профессионалы чем хороши, они ведут большие счета, им можно немножко другие условия давать, перекрывать их в другом банке, и ты будешь иметь хорошие деньги на спреде, то есть как брокер, ты будешь иметь хорошие деньги на спреде, на комиссии, ты, и самое главное, это клиент длинный, он у тебя будет торговать месяц, год, два, новичок, он слил 500 долларов, все, он ушел, а на хорошем трейдере ты можешь заработать 100 раз больше, главное сегментировать всех этих трейдеров на группы, и тогда это все будет нормально работать, и нормально будет выплачиваться без проблем. Кстати, смотрите, Занислав, я так понимаю, логика здесь очевидная, да, брокер, брокер заинтересован в профессионале, потому что тот ему стабильно приносит доход. Конечно, конечно, он ему, причем он под этого профессионала может привлекать деньги инвестора, выкладывая, вот смотрите, у нас есть профессионал, вот он торгует, вот за последний год он уже столько заработал, вот у него такая прибыльность, вносите деньги, и люди, на самом деле, очень многие... Сейчас очень модно, пам-счета вот эти делают. Да, пам-счета, и многие не хотят учиться, многие говорят, у меня есть бизнес, у меня вот есть 100 тысяч долларов, я не хочу учиться, я хочу их куда-то вложить, чтобы они мне приносили деньги больше, чем в банке. И идут, инвестируют достаточно очень охотно в эту тему, поэтому выгодные трейдеры, на самом деле, брокерам выгодны. Так, смотри, у нас есть звонок, давай мы сейчас тогда пообщаемся, пару минут. Евгений, день добрый, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Добрый, добрый день, вот знаете, последние-последние минуты, пока ждал на линии, на самом деле, ответили на мой вопрос, вопрос был, да, у меня есть собственный бизнес, у меня абсолютно нет времени заниматься Форексом, хотя я там когда-то давно, тоже, может быть, 6 или 7 лет назад пошел, был на двух занятиях, но вот меня спугнула ситуация, такая смешная была, в офис компании, в которой я пошел учиться, приехали люди в масках и, в общем, изъяли все компьютеры. Понятно. После этого мне как-то стало непосредственно. Ну да, я согласен, хотя такое бывает, и в офисе нормальных компаний периодически приезжают люди в масках. Да, 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 вот, знаете, да, то есть у меня есть деньги, они лежат в банке, но хотелось бы... Чтобы они работали, да, более существенно. Более существенно, да, потому что там, ну, сами понимаете, в банках небольшое, и в принципе, я так понимаю, что можно обратиться в какое-то, вот просто как выбрать так, чтобы действительно это было по-честному. Опять же, вот у меня почему-то сложилось такое мнение, что очень много компаний на рынке, которые предоставляют эти вот услуги, они недобросовестны. Понятно. А такое мнение, почему, почему сложилось такое мнение? В принципе, как бы на подсознании, да, Форекс, это плохо. А вы знаете, вот это вот из-за обилия слишком реклама, да. А, слишком много, рябит в глазах, да, и сразу отторжение возникает, да? Да, вот эти цифры, то, что там, придите к нам... Жень, Жень, прошу прощения, спасибо за звонок, у нас новости, мы сейчас слушаем, потом отвечаем вам. Итак, друзья мои, продолжим эфир, сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня у меня в гостях Станислав Половицкий, директор школы обучения торговли на рынке Форекс, Форекс АС, Украина. Профессиональный тренер-трейдер, бизнесмен, автор уникальной методики волнового анализа. Мы обсуждаем сегодня, собственно, премудрости, да, тонкости работы на рынке Форекс, успешной работы, конечно же. И еще раз я напомню, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, присоединяйтесь к нашим разговорам, задавайте вопросы Станиславу. Евгений, кстати, вот до новостей один из таких вопросов задал. Ну, в принципе, да, мы практически на него ответили. Да, ну, как выбирать, он спрашивал, как выбирать. Опять же, выбор тут должен быть как в банке, то есть, искать нормальные компании, которые давно на рынке желательно. И не ложить все яйца в одну корзину тоже. Ну, и тут надо понять, что риски все-таки есть. Опять же, из-за неурегулированности на законодательном уровне, все-таки защита тут меньше, конечно, чем в банке. А по поводу яиц, что это имеется в виду? Несколько счетов в разных компаниях? Да, можно несколько счетов в разных компаниях или в одной компании на разных трейдерах, разным трейдерам доверять эти деньги. Вот, то есть, вот так вот, диверсифицировать надо. Я понял. Хорошо, хорошо, ответили Евгению, дальше поехали тогда. Собственно, к вопросам обучения, еще раз напомню, Станислав, директор школы обучения и торговли на рынке Форекс, Форекс АС, я так понимаю, А и С, эти две буковки, не случайно там оказались. Это жена моя придумала. Респект жене, респект жене, Станислав. Все время критиковала, но потом в самый ответственный момент входит, придумывает что-то, потом говорит, что оказывается, это она все сделала. Ну, креативно мыслить супруга. Как зовут супруга? Наталья. Наталья, привет. Ну, так вот, Форекс АС, АС, с точки зрения профессионал, с большой буквы, как становятся профессионалами, как ты учишь их, расскажи. Вкалывать надо, вкалывать надо, туда результаты. Причем настройки, да, я хотел бы добавить. Нет, не обязательно, тут есть даже такая пословица, работать надо не по 12 часов в день, а головой. Вот здесь, в общем-то, важно, во-первых, эффективно работать, то есть можно, некоторые приходят на рынок, учатся и под 5 лет учатся, не могут никак, они заработают, потому что они делают, ну, не делают самостоятельно. Самого главного, допустим, они просто торгуют с утра до вечера, не анализируют, ничего не делают, и, в общем-то, стоят на месте. То есть на удачу, да? Да. То есть здесь надо вкалывать, работать, учиться, желательно найти себе какого-то тренера, который тебя будет учить, это ускорит несколько раз это дело, поэтому на этом тоже надо ориентироваться. Желательно себе иметь, конечно, наставника, если вы сможете его найти, потому что наставники все хорошие тоже, они в дефиците. И работать, и любой, в принципе, желающий сможет выйти на стабильный заработок. Ну, какие-то есть секреты, вот методы твоей, да, которые ты предлагаешь своим слушателям? Методика? Ну, вот основная методика, то, что отличает, допустим, нас от всех остальных, то, что обучение любое, оно состоит из двух частей, это практика и теория. От практики она важна, теория она важна, но от нее зависит процентов 10 успеха, это так же, как человеку, не знаю, показать, как крутить руль, какие педали нажимать, его садишь за машину, он не поедет. Или в горку не может тронуться, как когда я учился, не мог тронуться в горку, потому что одно дело тебе рассказали, второе дело... А ты просто на ручном, да? Да, я не мог... А сейчас автомат же есть, короткий автомат сейчас можно... Поэтому мы даем, самое главное, что мы даем, мы даем практику, то есть в режиме реальных торгов у нас есть ветка, когда мы открываем, все желающие туда вписываются, и мы не задним числом, мы показываем, где надо открываться, как надо размечать рынок, где входить, где выходить и так далее, и так далее. И после этой практики у людей реально происходит движение вперед, многие, кто до этого 5 лет торговали сами, они за эту неделю больше узнают и больше понимают, чем до этого за 5 лет. Это основная особенность, которую мы даем, это очень важно, на самом деле, потому что без практики ты никуда не поедешь. Теории мало, от нее зависит 10% успеха, 90% практика, нужно научиться. Чтобы научиться, ее лучше проходить с более профессиональным, то есть не самому садиться за руль машина, а когда с тобой рядом сидит инструктор, он будет тебе показывать и рассказывать, какую педаль нажать, и так далее, и так далее. Вот практику мы даем, поэтому у нас самые лучшие результаты по успешности, в общем-то, наших учеников. А сколько времени длится курс? Ну, практика идет неделю, но она повторяется. Раз, вот вы неделю прошли, потом вы эти знания должны внедрить, переработать, через 2 месяца опять практика и так далее, и так далее. То есть это идет постоянно, она идет с перерывами. Ну, общаетесь вы как? Это идет, как правило, или через... Это удаленно все, да, потому что клиенты с разных городов, им так удобнее. И это идет либо через форум, либо мы еще подключаем туда какой-то типа скайпа, чтобы я мог некоторые ситуации объяснить голосом, чем писать, удобнее голосом объяснить. Либо я видео записываю пояснительное и так далее. И самое главное, что это все в реале делается. Не задним числом тебе показывают, вот здесь надо было купить, а здесь, значит, продать. Это легко. И заработали, вы бы столько заработали. Уже бы. Да. Предлагают обучение, они не зарабатывают на обучение. Их задача привлечь трейдера, в общем-то, в компанию к себе. Их задача даже, почему наш слоган «Мы просто учим, другие просто делают вид», потому что они, у них обучение это фронтендовский продукт. То есть они обучением предлагают, они на нем ничего не зарабатывают, приходите к нам, мы вас научим и откройте у нас счет. У них обучают люди, которые никогда в жизни на рынке не торговали. Это менеджеры, которые прошли двухнедельные курсы, его отделе поставили, он читает лекции. Он на самом деле никогда не торговал, ни одной копейки там не заработал. И поэтому такой низкий, в общем-то, уровень потом результата. Невозможно после этих двухнедельных курсов научиться заработать. Но у них нет цели научить. У них цель, чтобы человек открыл у них счет. Это их заработок. Мой же заработок, это именно обучение. И, в общем-то, я обучаю лично, и моя репутация мне дорога. Поэтому и подход другой, и результативность совсем другая, и намного выше. И, в общем-то, все, кто ко мне приходит и хочет научиться и делать то, что я ему говорю, они все выходят в плюс. Ну вот смотри, я сейчас читаю опять представление твоё, да, автор уникальной методики волнового анализа. Ну, я знаю одного автора волнового анализа, товарища Иллиота. Да, есть такое. А в чём уникальность твоей? Ну, в чём уникальность моя, я считаю, что все, кто до меня писал книжки, тот же Иллиот, они настолько сложно объяснили этот анализ, что по нему хорошо защитить докторскую диссертацию. Вот взять такую книжку толстую, прийти и защитить это можно. Применить на практике нереально просто. Там такие запутанные схемы. Я взял всё самое лучшее из Иллиота, из Возного и так далее, кучу всяких методик, которые я изучал, пока обучался, взял, свернул это всё в одну книжку, написал книгу «Логика движения валютных пар», назвал её. И считаю, что на данный момент по волновому анализу, с точки зрения практического применения, это самая лучшая методика, во всяком случае на русском языке, но и на английский мы тоже её переведём. Которую можно брать, читать и применять, и зарабатывать. Не расчерчивать там графики, какие у нас идут коррекционные волны, двойная, тройная, пятерная и так далее. А именно, где ты открываешь жаффик, ты видишь структуру рынка, ты видишь, где входить, где выходить, где стоп, где профит и так далее. Ясно. Давай тогда, может быть, с точки зрения неких рекомендаций, обратимся сейчас к слушателям. Вот с чего начать? Вот есть у человека огромное желание зарабатывать на рынке Форекс. С чего начать? Пошагово так, инструкции. Сначала надо зайти на сайт forexas.net. Это первое. Лучшего, я считаю, по Форексу обучения в Рунете нет. И там есть, там подписаться на бесплатную рассылку. Вам будет приходить, подписавшись на рассылку, вы получите доступ к морю, просто к океану полезного контента, который будет вам приходить периодически на ваш ящик. Вы его изучаете, внедряете там и видео, и тексты, что угодно. И постепенно по... там уже будет схема, и вы постепенно по этой схеме идете, и от простого к сложному делаете все. И через несколько месяцев вы получите результат уже хороший. А счет, в какой момент открывается счет? Или сначала... Демо-счет сразу можно открыть. Реальный счет не раньше, чем через полгода, я рекомендую. Через полгода. Ну, можно раньше открыть, но надо открывать на такую сумму, которую не жалко потерять. Открыл, там, кому-то 100 долларов не жалко слить, кому-то 1000. Открыл, потренировал, потренировался. Уже очень важна психология здесь еще. Слил, пусть эти деньги... Ну, они не должны быть критичными какими-то. А психология с точки зрения чего, что надо все-таки учиться в какой-то момент начинать, да, переходить на реальные деньги, чтобы почувствовать... Ну, психология вообще это ключевой фактор. Я считаю, вот этот весь технический анализ фундаментальный, он играет в растепенную роль. Ключ к успеху на финансовых рынках это психология. Почему все новички приходят, они, не зная никакого анализа, они систематически сливаются. А на самом деле систематически сливаться так же трудно, как систематически зарабатывать. Потому что если ты систематически сливаешься, ты потом все начинаешь делать наоборот, то ты должен систематически зарабатывать. Но так не получается у людей. Уже ключ в голове. Вот если с головой проблемы, ну а с головой всех начинающих проблемы, в общем-то, то ничего не получится. И когда психологически ты уже перестроился на другой подход, потому что даже даешь новичку прибыльную торговую стратегию, он все равно по ней не может торговать. Он не может делать то, что надо делать. Он лезет, заключает лишние сделки ненужные, выходит не там, где надо и так далее, и так далее. То есть давит очень сильно психология, поэтому психология очень важна. И, возможно, проблемы с психологией получается побороть с помощью небольших щитов. Это тоже самый хороший пример, если взять на пол, положить доску шириной 15 сантиметров, длиной 10 метров, и сказать человеку, пройдись по ней. Любой встанет и пройдет по этой доске. Эту же самую доску вешаешь на высоте 100 метров, и все с нее упадут. Это те, кто захочет пройти вообще. Хотя доска одна и та же, только одна лежит на полу, вторая висит, закреплена, не шатается на высоте 100 метров, и на 100 метрах пройти намного понесложнее. Здесь, вот на рынке, то же самое. Кстати, вот эта доска, которая закреплена, я на нее встал, и у меня заработала психология. То есть у меня не физические возможности тела у него. И ты смотришь вниз сразу, и сразу у тебя ноги начинают труситься. Смотри, Станислав, я с тобой согласен абсолютно, и возвращаясь к разговору о психологии, при словутом техо- и фундаментальном анализе, можно научить техническому анализу, рассказать какие-то основы, фундаментальному показать, статистика, календарь. А как научить психологии? Психология только надо торговать, торговать. Это как если ты хочешь научиться, грубо говоря, бороться, опять вернемся к спорту, то ты должен не книжки читать по борьбе, а выходить на ковер и бороться. Если ты хочешь научиться боксировать, ты опять же, многие у нас есть спортсмены, они карате изучают по книжкам. Там все так подробные картинки. Да, но они боятся выйти на ринг, потому что там могут влажь ждать. И они думают, что не по книжкам научатся. Пока ты не выйдешь на ринг, тебя ничего не научат, ты ничему не научишься. Здесь то же самое. Надо брать торговать, торговать, плюс помощь тренера, плюс теория. И вот это вот совокупные такие методы, они дадут положительный результат. Только так. Очевидно, да, очевидно, ты прав. Но тем не менее, на какие, с точки зрения психологии, я опять сюда веду, с точки зрения психологии, на какие акценты, где расставить, что? Общеизвестно, да, там три момента, когда говорят о психологии, три момента себя называют. Это страх, жадность, надежда. Ну, это то, что двигает рынки, да. Но тут, честно сказать, трудно мне даже так дать такой ответ конкретный, на что обратить. Я не психолог сам-то по себе. Но я знаю, что вот этот психологический барьер у моих учеников преодолевается только с торговли. Вот он со временем, он уходит. Торгует, торгует, торгует. Постепенно надо повышать размер счета. Не сразу, вчера ты на 100 долларов торговал, а сегодня на 100 тысяч. Вот такой резкий скачок, он плохо действует, он сразу же результаты падают у трейдера. Постепенный переход 100-500 тысяч, и постепенно-постепенно это все получается. Получается побороть. Только так. Понятно. Только лишь опыт, да? Да, опыт. Сын ошибок трудных, как говорили классики. Значит, смотрите, у нас есть звонок, но я боюсь, мы не успеем его выслушать. Поэтому, уважаемый слушатель, да, вы нас дождитесь, сейчас мы прервемся, послушаем новости на Финам.фм. Я напомню единственное, что сегодня в гостях сухого остатка Станислав Половицкий, директор школы обучения торговли на рынке Форекс, Форекс АС Украина, профессиональный тренер, трейдер, бизнесмен, автор уникальной методики волнового анализа. Кстати, по поводу уникальности методики я спросил у него, а он мне не ответил все-таки, да, Станислав? Ну, тогда после новостей. Слушаем новости, потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.фм. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Станислав Половицкий, директор школы обучения торговли на рынке Форекс, Форекс АС Украина, профессиональный тренер, трейдер, бизнесмен, автор уникальной методики волнового анализа. Значит, наша сегодняшняя программа проходит в рамках нового проекта совместно с компанией Форекс АС, который называется «Зарабатывай правильно». Вот, собственно, сегодня я и пытаюсь, Станислав, как же правильно зарабатывать. Ну, давай начнем с вопроса, да, Сергей, у нас на линии. Сергей, день добрый, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день, я хотел бы узнать по поводу... Если я живу в Москве, то каким образом мне можно приступить к обучению в Форекс АС? А очень просто, у нас все обучение идет дистанционно, то есть все это через интернет, все вебинары и так далее проводятся через интернет, посещаете сайт forexs.net и там подписывайтесь и вперед. То есть важно только иметь компьютер и доступ в интернет. Москва или Таиланд или Бангкок не играет значение. Сергей, есть компьютер и доступ в интернет у вас? Ну, безусловно. Безусловно. Все, тогда нужно начинать. В Москве, в Москве, там представительств каких-то нет, да? Нет, представительств, пока нет. Может быть, мы запустим скоро, начнем продавать франшизы, но пока этого нет. Лучше в Таиланде сначала, я думаю, представить. Там тепло, там яблоки. А здесь вон что, зима, не зима. Спасибо, Сергей, за звонок. Спасибо. Так, ну что, Станислав, если не возражаешь, надо делиться теперь, делиться тонкостями, делиться профессионализмом. Во-первых, по поводу уникальности, я все-таки не понял, извини. Давайте так, в чем уникальность? Основные две, то есть я касался выше немножко, основные две уникальности. Это простота его, этого метода. И второе, это применимость в реальной торговле. То есть по нему можно брать и понятно, как все, кто читал мою книжку, и даже из опытных трейдеров, и начинающих, все оставляют положительные отзывы. То есть просто и понятно. Заходите на Озон, там она должна быть в продаже, половицки набирайте, там вы ее должны найти. Ну то есть там, я вот пытаюсь опять понять, простота. В чем простота? Там нет стандартных пяти волн, а потом коррекционных АБЦ. Там взято все самое простое, то что во всех этих, особенно Эллиотовская методика, там кроме этих пяти волн еще 150 других волн, коррекционных, да и так далее. Вот это все, я понял, что там просто очень много лишнего, которое вообще или на рынке очень редко встречается, или оно даже вообще не встречается, или оно очень запутанно, можно объяснить все это проще. Ну Эллиот описал свою книжку, насколько я помню, он для фондового рынка писал ее 100 лет назад. Поэтому все-таки ситуация меняется, да, тем более с приходом интернета все-таки, как передавалась информация раньше, когда он писал ее, то есть не было, сейчас очень быстро ускорилась передача информации, тогда не было такой возможности. Это, конечно, вносит коррективы очень сильно. И я посчитал, что многое можно убрать, оставил самое главное, добавил свои наработки. И вот в этом и есть уникальность. Основная уникальность, я считаю, в том, что ее можно брать и применять, а не просто читать. Я, кстати, вспоминаю, очень часто, общаясь с любителями волны Эллиота, забавно приходят, вот двое сидят, и они вечно спорят, где мы сейчас находимся. В третьей волне, в пятой подволны, либо в коррекционной Б. Вот это, да. Вот это такого у меня нет, там все четко. Поэтому я тоже, когда сидят два волна МК, у них всегда три мнения, где мы сейчас находимся. Самое главное, что делать-то что? Покупать, продавать, откуда вы? Скажите. Нет, подожди, давай мы сейчас разберемся, где мы находимся. Кто здесь? Кто здесь? Так, ладно, продолжаем, давай. Чем пользуешься ты? Теханализом фундаментальным, какие индикаторы, что там у тебя? Я пользуюсь только волновым анализом. Я уже не пользуюсь никакими индикаторами вообще, то есть они мне не нужны, мне не надо индикатор, чтобы увидеть направление. Уровни трендовой линии, нет? Я пользуюсь Fibonacci. Вот волновой анализ плюс уровни Fibonacci, вот это, наверное, два инструмента, которыми я пользуюсь, и все. И считаю, чем их меньше, тех инструментов, тем лучше. Если вы используете индикаторы, они должны быть максимально простые, не надо брать какие-то замороченные, сложные индикаторы, в которых 150 водных, и вы не поймете вообще, как его настроить, чтобы он прибыльно торговал. Если индикаторы самые простые, классические, стахастик, скользящая средняя, МАГДИ и так далее, все, это максимум, то здесь надо идти не усложнять, а упрощать. Самое простое, оно лучше всего работает. Поэтому я фундаментальным анализом, я вообще не пользуюсь, потому что я считаю, для валютного рынка его применить очень сложно, потому что он хорошо работает, может работать на акциях. Если ты берешь акцию какой-то компании, которая продает одежду, ты идешь в магазин где-нибудь на Уолл-стрит и смотришь, если остатки на складах, допустим, одежда этой компании большие, значит, у нее дела идут не очень, продажи плохие, значит, акции могут упадать. Это так, ну, очень просто, да? А проанализировать данные страны целой, как у нее будет идти движение... Сколько складов надо, да, посетить? Очень, в общем-то, он нереальный, я не знаю никого, кто эффективно бы им пользовался, поэтому я только отслежу время выхода важных новостей, если это мне надо. В работе считаю, что все, что происходит на рынке, все выражено на графиках, единственное исключение, это если вы имеете доступ к какой-то секретной информации, инсайдерской, тогда да. Если вы информацию черпаете из открытых источников, то она уже не актуальна, когда вы ее услышали. Поэтому ее учитывать сильно не стоит, все это есть на графиках, и только волновой анализ, и только фиброуровни, все, что у меня есть в арсенале. Здорово. Скажи, пожалуйста, а вот автоматизация процесса, вещь сейчас актуальная, да, все время говорим о роботах, о всяких терминаторах. На самом деле классная штука, я лично, честно скажу, не пользуюсь, потому что уже пошел по другому пути, может я устарел уже, я не знаю, но так есть. На самом деле, в чем плюс робота, он очень сильно экономит ваше время, а время это очень важный ресурс. И вы можете правильно работать с роботами, то есть не надо покупать робота первого попавшегося, кидать на него все деньги и ждать миллионов. Их надо брать тоже штук 10, тоже диверсифицировать, какие-то плюс, какие-то минус, в итоге вы выйдете в плюс, если вы правильно все настроили. Очень классно можно экономить время и зарабатывать, поэтому, ну, стоит на это обратить внимание. Смотри, еще тема тонкая, на мой взгляд, не надо покупать, сказал ты, роботов, а вообще, в принципе, их надо покупать, или лучше все-таки сделать самостоятельно, тогда он хоть будет работать. А что там в интернете эти пообещают, да, робота, продаю робота, 1000% в месяц, всего 15 долларов. Если есть опыт, если есть, вообще так, если трейдер хорошо торгует, он может свой алгоритм забить в какую-то систему и установить это на робота, то классно, классно, сам делает, сам внедряет, сам зарабатывает. Если таких нету возможностей, можно покупать, но, опять же, покупать не одного, а штук 10, берете 1000 долларов, закидываете на этих 10 роботов по 100 долларов на каждого, предварительно их потестировав, в итоге у вас, ну, я так делал, в итоге через несколько месяцев у вас какая-то часть роботов сольется, какая-то уйдет в плюс. Плюс задача первая, забрать свои деньги со стола, то есть вот вы 1000, которую положили, вы должны ее максимально быстро вывезти, у вас через 3 месяца или через 4 будет такая ситуация, что у вас уже ваша 1000 будет у вас в кармане, и плюс у вас в работе будет несколько роботов, которые не слились и будут приносить прибыль. Тема хорошая, интересная, можно ее развивать, то есть пользуйтесь, пользуйтесь. Смотри, еще тоже актуальная история, когда люди задают вопросы, сколько времени тратить, да, или там, я не знаю, как торговать на Форексе, спекулировать, инвестировать, среднесрочно, долгосрочно. Не инвестировать однозначно в Форекс, это не инвестиционный рынок, это спекулятивный рынок, спекулянт, игрок рынка, причем хороший, не надо думать, что это он плохой какой-то, как в советское время, спекулянт, это значит плохо. Спекулянт обеспечивает ликвидность рынку, когда на рынок приходит человек, если бы не было спекулянтов, то была бы ситуация, что человек пришел, он хочет что-то, или компания хочет продать, а покупать некому. Спекулянт заполняет эту пустоту, но, естественно, он берет за это деньги, то есть заработанные деньги спекулянтами, это деньги за эту ликвидность. То есть компании надо сейчас продать рубли, например, купить доллары, и спекулянты по хорошей цене для себя это сделают, конечно, на этом заработал, на этой компании, но тут, если она этого не сделает, она потеряет больше. Поэтому торговать, спекулировать, вот это вот задача трейдеров и на этом зарабатывать. Инвестировать я не вижу здесь никаких инструментов для инвестирования. Я понял тебя. Ну, а если говорить о спекуляциях, опять-таки, да, насколько они краткосрочные, некоторые умудряются пипсовать, что называется. Ну, пипсовать я не советую, потому что на вашей пипсовке ваш брокер не зарабатывает, а вы с брокером все-таки должны быть партнерами. Если вы будете пипсовать, и зарабатывая самому, ты должен давать заработать своему партнеру, иначе твоему партнеру невыгодно с тобой работать. Поэтому некоторые брокеры, да, они блокируют, конечно. То есть ты напипсовал там себе, а брокер с этого ничего не заработал, еще и потерял. Зачем ты нужен брокеру? Ну, спрайл каждый раз он уже забирает. А он, они пипсовку не успевают перекрывать. Они ее не могут перекрыть. Они вот, ты заработал, все, они тебе со своего кармана должны отдать деньги. Поэтому они в это. Поэтому тут работать, пипсовать не надо. По нормальной методике работать. У меня сделки длятся, как правило, от нескольких минут, не меньше, до нескольких дней. Вот такая вот стратегия работы. И в этих рамках надо держаться, я считаю. Ну давай, у нас осталась минутка, минутка, какие-то добрые слова, наверное, в адрес наших слушателей. Ну, что могу сказать? Во-первых, самое главное, Форекс это реальная тема, где можно зарабатывать. Не надо этого бояться. То есть люди есть, они всего боятся. И у них сетевой маркетинг это лохотрон, то лохотрон, Форекс это лохотрон. Я могу сказать, самый большой лохотрон это наш пенсионный фонд, да, когда ты все время в него платишь, а потом думаешь, что тебе когда-то потом кто-то даст. Вот уже кинули пенсионеров, которые в советское время работали, они сейчас очень нищие. И кинут также тех, кто сейчас копит. Их тоже кинут, вы не надеетесь. Поэтому надо рассчитывать на себя, ищите способы заработка. Форекс, фондовый рынок, финансовый рынок дают колоссальный способ, возможности для заработка и для самореализации. Поэтому обучайтесь, не торопитесь и все у вас получится. Все, кто захочет, все смогут научиться. Спасибо. Спасибо, Станислав. Значит, я, уважаемые слушатели, напомню, что мы начинаем, затеяли мы, да, новый проект совместно с компанией Форекс АС. Зарабатывай правильно. До конца декабря будут выходить специальные ролики, в которых Форекс АС расскажет об основных азах Форекса и расскажет о себе, о своем подходе к делу. Ну и, собственно, научит, как это зарабатывать правильно. Ну а сегодня у меня в гостях был руководитель компании Станислав Половицкий, директор школы обучения торговли на рынке Форекс, Форекс АС. Профессиональный тренер, трейдер, бизнесмен, автор уникальной методики волнового анализа и просто хороший человек. Станислав, спасибо огромное. Спасибо. Наталья, обязательно большой привет. Хорошо передам. Очень классное название для компании она придумала. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание. Как всегда, услышимся завтра в это же время. Всего хорошего, успехов на рынке. До свидания.